Меня зовут Макс, и моя задача сегодня подкинуть вам пищу для размышлений на такую тему, как желания и их роль в нашей жизни. Я сразу скажу, что у меня нет диплома психолога, и свои исследования желания я строю на наблюдениях и на здравом смысле, под которым я понимаю какой-то процесс непротиворечивого мышления, адекватных выводов, анализа и так далее. Я считаю, что в целом здравый смысл сильно недооценен, и поэтому мало кто знает, что маломальски честный человек с собой может стать неплохим психологом самому себе, пользуясь здравым смыслом. Вообще все, что я буду говорить, это либо какие-то очевидные вещи, либо не самые очевидные выводы из них. Времени выступления мало, а сказать в охоту много, поэтому я только по верхам пройдусь каких-то вопросов, и поэтому, если вас заинтересует эта тема, всегда буду рад потом еще поговорить. Начнем с очевидной вещи номер один. Каждый раз, когда мы делаем не то, что хотим, мы по определению испытываем какой-то психический дискомфорт. Притом этот дискомфорт может варьироваться от простой скуки и до каких-то невротических реакций, сопровождаемых агрессией, раздражительностью и так далее. Это что-то вроде аксиомы в математике, когда мы делаем не то, что нам нравится, мы пытаемся и побыстрее закончить наши занятия, и испытываем недовольство и жалость к себе, что нам приходится таким заниматься. Но в лучшем случае пытаемся перетерпеть ситуацию или процесс. И, соответственно, очевидная вещь номер два, это когда мы делаем то, что нам нравится, мы испытываем вот эту позитивную эмоцию. Притом под этим может подразумеваться предвкушение, наслаждение своим процессом и так далее. Представьте себе два случая, два человека. Один полон желаний, идей, у него горят глаза, он заражает своим энтузиазмом всех вокруг, он пробует какие-то делать дела, у него что-то получается, что-то нет, он такой весь живой. И второй, который чаще делает не то, что хочет. То есть он ходит на нелюбимую работу, живет с уже нелюбимым человеком, а общается с людьми часто просто потому, что ему неловко отказаться от этого общения и так далее. Вот у меня возникает вопрос, какой из этих двух людей с большей вероятностью будет окружен другими интересными людьми? Или построит какой-то свой интересный бизнес, свое дело начнет? Или будет вызывать интересы противоволожного пола? Или будет здоровее? И совсем очевидный вопрос, вернее, совсем риторический вопрос, это если бы вам пришлось выбирать между этими двумя людьми, то кем бы вы хотели стать? Ну, на самом деле, такой вопрос риторический, только, наверное, на научпоп-лекциях, потому что у каждого из нас, наверное, были знакомые, которые будто двумя руками держатся за вот этот малозавидный образ, на самом деле, по какой-то причине, и даже снисходительно относятся к людям, которые на самом деле чем-то уличены. Мне интересно, вот поднимите руки, кто знал когда-то таких людей, на самом деле. Я надеюсь, что здесь, в этом зале, это не так много, что лекция не для них. Ну, полярности полярностями. Никто из нас не попадает либо в одну, либо в другую крайность, и все мы где-то попадаем между. И вот мне стало интересно, можно ли выделить какую-то одну психическую характеристику, которая позволила бы нам более-менее однозначно определить наше положение на этой шкале. И я предлагаю, вопреки крикам и стонам моралистов и религиозных деятелей, использовать слово «удовольствие». То есть, еще раз, это важно, что каждое, вернее, соответствие наших действий и нашим желаниям определяет то количество удовольствия, которое мы получаем от жизни. Вообще, идея удовольствия как вектора развития, наверное, у многих вызывает какой-то дискомфорт, какое-то сопротивление. Но причину этого я предлагаю оставить психологам, а мы можем вспомнить, что на самом деле мы очень много в жизни меряем удовольствия. То есть, мы говорим «с удовольствием поел», или «не получил удовольствия от фильма», или «с удовольствием тебе помогу» и так далее. То есть, это слово больше, чем возможно нам кажется присутствовать в нашей речи. И если вы сразу вспоминаете о гедонизме, то гедонизм слишком узко понимает значение этого слова, вернее, слишком узком в значении понимает этот слово, потому что он в основном сосредоточен на каких-то телесных, физиологических удовольствиях. В то время как я предлагаю в удовольствие включить огромное количество совершенно других вещей. Это интеллектуальное удовольствие от шахмат, от решения каких-то задач, от изучения какой-то науки. И это удовольствие от чувства красоты, и от музыки, и так далее, и так далее. От спорта. Вот, но, конечно, никого так не обвиняют в эгоизме, как человека, который предлагает жить в своем удовольствии. И поэтому я хочу напомнить, что именно люди, которые реально были чем-то увлечены, именно эти люди оставили наиболее значимый след в мире и чего-то добились. Потому что удовольствие можно получать от таких вещей, как содействие другим людям, либо содействие животным, либо когда ты занимаешься окружающей средой и так далее, либо изменять общество. Это тоже может быть интересно. И вообще, я считаю, что именно в этом глубинный смысл высказывания «Если хочешь изменить мир, начни с себя». И вообще изменение себя — это отдельная большая тема, которая может служить источником тоже большого количества желаний и, соответственно, удовольствия. Я понимаю, что многие из этих вещей у многих вызывают зевоту, но причина часто в том, что именно когда-то нас жестко отучили получать удовольствие от подобных вещей. И о причинах я тоже еще поговорю. Я надеюсь, у меня получилось подвести вас к неочевидному выводу из очевидных вещей, что удовольствие, в принципе, подходящий вектор для личностного развития. И прежде чем рассказывать дальше, я хочу разобрать один вопрос, который уже мог у вас возникнуть, что связан с тем, что комбинации «делаю-не делаю», «хочу-не хочу» на самом деле, конечно, не две, их четыре. И мы пока прошлись только по верхним двум квадратам, и я надеюсь, что с ними более-менее все понятно. Насчет нижних двух я тоже еще поговорю. Ну, допустим, мы решили, что да, это хорошая идея, давайте начнем что-то делать. То есть пытаться жить так, чтобы реализовывать как-то свои желания более полно или более часто, чем мы это делали до сего момента. Мне интересно, вот вы слышите эту идею «следуй своим желаниям». У кого какие возникают первые возражения на это? Я не знаю, у вас есть какие-то сразу мысли, что что препятствует? Только в случае, если эти желания не приносят к нам постраданию. Так, хорошо. Материальное, заслуживающее. Уголовный кодекс, да, в этом тоже. А вот интересно, у кого-то возникает сразу мысль, но есть же долг, там обязанности какие-то у нас. Ну, хорошо, обязанности. То есть мне охота начать именно с этого. То есть у каждого из нас есть какой-то набор социальных ролей. И дело в том, что, да, именно эти роли нас ограничивают в нашей жизни в смысле реализации своих желаний часто. И тут важно помнить, что как бы такими словами это не называть, чем бы это ни оправдывать, на самом деле аксиома, с которой я начал, то она работает в любом случае. Если мы делаем не то, что хотим, мы по определению немного несчастны. И поэтому, что здесь можно сделать? Я предлагаю просто честно рассмотреть каждую из своих ролей, выписать все ожидания, которые с ней связаны, люди, и посмотреть, можно ли ее как-то уменьшить ее влияние на нашу жизнь, либо, может быть, вообще выкинуть на свалку. И нет необходимости менять все и сразу. На самом деле даже небольшое изменение движения по этой шкале, можно сказать, меняет человека часто настолько, что он понимает через 5 лет, как-то совершенно по-другому видеть мир. У него новые взгляды на те же ситуации. И вот этот новый, какой-то уровень свободы, который он испытывает, он ему позволяет по-другому взглянуть на старые вещи. И человек довольно сильно меняется. И, возможно, вот этот новый уровень свободы даст нам новые перспективы и, возможно, сделать следующий шаг в этом процессе. Ну и созвучно ролям у нас есть проблем социальных страхов. Я на них тоже не буду останавливаться подробно, потому что есть огромное количество методик, тренингов и просто хороших советов по поводу того, как избавиться от социальных страхов. Скажу только, что чаще всего все сводится к одной простой вещи. Делайте чаще то, что страшно. И раз за разом делай то, что страшно, это перестает быть страшным на самом деле. И с каждой такой маленькой победой ваша жизнь становится чуть более спонтанной, и чуть более приятной. Вот намного более интересная проблема это отсутствие желания. То есть что же делать, когда кажется, что очень сложно вообще понять, чего хочется. И причину этого тоже, их довольно много разных. И здесь традиционная школа, и отношение к детям как к недоумкам, и запреты, запугивания с детства и так далее. И в результате мы просто перестаем относиться к нашим желаниям как к чему-то важному, к чему-то ценному. Вот то ли дело там долги, обязанности совсем. Другое отношение. И поэтому вы можете вспомнить себя, что часто в своей повседневной жизни вы, более внимательные люди, они замечают, что они запрещают себе чего-то хотеть. Потому что хотеть и не получить чего-то, это довольно неприятно, может быть. Но у детей, например, нет такой проблемы. Они, несмотря на то, что у них фантазии совершенно оторваны от реальности, они на полную катушку чего-то хотят, о чем-то мечтают и так далее. И вообще тут не так важны причины, почему мы разучились хотеть, сколько то, что с этим можно вообще сделать. И об этом я тоже могу немного поговорить. Я хочу начать с гипотезы о взаимной подпитке желаний. В своих наблюдениях за сменой периодов апатии и какой-то более активной деятельности я заметил, что часто даже увлечение искренне каким-то одной вещью оно оживляет сферу других желаний. То есть начинает хотеться чего-то другого. То есть достаточно увлечься чем-то одним, как неожиданно начинаешь себя, обновываешь себя интересующимися другими вещами, совершенно даже не связанными с этой сферой. И при этом, что интересно, что самым оживляющим эффектом являются, обладают желания, как это ни странно, творческие. То есть желание что-то создавать. Это может быть вести блог, развивать опять же свое какое-то дело, либо выступать на конференции, либо записать песню, сделать фотопрогулку с кем-то и так далее. И у меня возникло предположение, что увлечения почти никогда не проявляются изолированными. И, в общем-то, несложно найти этому подтверждение, даже почитав биографии известных людей. Потому что иногда великий физик, он же неплохой музыкант. А неплохой музыкант часто неплохой повар. Нобелевский лауреат неожиданно оказывается полиамором. При том это в такие времена, 1939 год, это там не каждый, посмотрите, притрот на эту тему. А хорошие спортсмены часто становятся мэрами городов. Поэтому один из вариантов решения проблемы «Ничего не хотели» — это держаться, во-первых, за свои интересы, те, которые есть. Неважно, насколько они практические, насколько они приносят деньги на данный момент и так далее. То есть наша задача не построить себе памятник в какой-то области, а оживить свою сферу желания и стать более увлеченным человеком в целом, чтобы, может быть, из чего-то другого выросло какое-то... Потому что часто бывает такое, что просто интерес превращается в дело жизни, и часто из этого возникают большие вещи. Но что делать... А, и вообще я хотел сказать, что наши желания напоминают запуганных в детстве зверьков, которых нам нужно как-то вызывать снова доверие в них и вытягивать наружу, и относиться к ним как-то с внимательностью. Но как быть в том случае, если действительно, ну вообще-то вроде бы ничего не хочется. Бывают и такие периоды, когда день за днём, неделя за неделей ничего не хочется. Я предлагаю начать от противного. Не от этого. Ну вот, да, это следующий слайд. Можно начать от противного. Можно как-то оценить свою жизнь с точки зрения, много ли вещей мы делаем, которые реально не хотим. Пусть нет чётко того, что мы хотим, но всегда есть что-то, что мы делаем, чего не хотим. И это отнимает большое количество энергии. Каких-то жизненных сил, энтузиазма и так далее. Я уже говорил о волгах и обязанностях, но можно даже наблюдать себя в мелочах. Например, покупая в ресторане еду, мы часто доедаем из жадности. И мало того, что мы денег своих не вернём, мы ещё и объедимся, нам станет плохо. То есть какая логика, казалось бы. И таких ситуаций, если вы будете более внимательно за собой наблюдать, огромное количество. Вряд ли есть такая группа желаний, по которой нам так ездят катком с детства, катком морали, запугивания, страхов, морализательства и так далее. Но тем не менее, именно сексуальные желания часто многим людям испытывают проще всего. Поэтому я предлагаю этим тоже пользоваться, на самом деле. То есть оживив свои сексуальные фантазии, эротические фантазии, желания и так далее, мы, на самом деле, это подтягивает и другие желания, то есть отрез жизни в целом. И пусть вас не останавливает то, что от секса бывают дети. Если вы настолько не доверяете презервативу, то есть огромное количество вариантов. Вы знаете, в каждом сексе есть кроме полового акта ещё огромное количество других интересных вещей. Можно целоваться, обниматься, принимать друг друга в ванну, не знаю. Мне стоит упоминать оральный секс. Я доиспорник. Девиации без числа, пол, что-что? Людские девиации бесконечно. Ну вот, да. Ну, кстати, однополый секс тоже одни у него от детей, так что если кто ещё не пробует... Потому что на Украине за такое не сажают вообще за такие речи. Что же нам делать с оставшимися двумя квадратами? Ну, если быть реалистом, всегда есть немалое количество вещей, которые мы хотим, но не делаем. То есть есть разные причины для этого. И часто не реализовать свои желания, как я уже говорил, может быть довольно мучительно. невозможно реализовать свои желания. Но на самом деле это как раз никакой не закон. То есть это в некоторой степени наш выбор. И опять же мы это видим на примере детей и на примере, не знаю, писателей-фантастов некоторых, которые живут мечтами о каких-то мирах, в которых они никогда не побывают, о какой-то жизни с фонтестругацких. Например. Но всё равно охота поподробнее остановиться на том квадрате. То есть что же происходит, когда... То есть по каким причинам мы чего-то хотим, но не делаем? Во-первых, никогда не стоит забывать про закон. Я даже не говорю про убийство, изнасилование. Просто дело в том, что закон часто не догоняет вполне здоровые, положительные тенденции в обществе. И как бы не хотелось чего-то делать, я никогда не рекомендую и сам не пытаюсь приступать к закону, потому что цена у этого может быть очень высока. Есть миллион, сто пятьсот разных вариантов реализовать другие свои желания и быть более счастливым человеком. Но про социальные роли я уже говорил. Например, не знаю, желание... А, может быть, просто конфликт желаний. Такая ситуация, когда вам не хочется проспаться на работу, но и работу терять тоже не хочется. Вы выбираете в силу своей... То есть вы проводите черту. Если вы хотите, не хотите терять работу, приходите себя иногда вытаскивать из постели. Можно заболеть? Хороший вариант подсказывать. Ну, тем не менее, вот к этому квадрату «хочу, но не делаю» стоит относиться довольно серьезно, потому что именно он может подтолкнуть нас к анализу и переосмыслению той жизни, которую мы ведем. То есть, например, те же социальные роли, о которых я говорил. Ну, а насчет последнего, последнего квадрата ответ неоднозначный. Тут для человека, у которого жизнь и так интересна и полна, не составляет проблемы то, что есть какие-то вещи, которые он не хочет. Не хочет, не делает. Для человека же, который действительно обделен какими-то желаниями, ну, вот все, что я говорил до этого, может пригодиться. Что же со всем этим делать? Хочется подчеркнуть, что вот это движение своим желанием, это такой широкий, творческий процесс, он затрагивает буквально наш каждый день, в каждую область, в которой мы действуем, мы живем. И, соответственно, я предлагаю к этому относиться так же. То есть, не упускать ничего, часто в каких-то мелочах проявляются потенциальные возможности что-то улучшить и так далее. Вот. Опять же, я говорил, что нет необходимости сразу что-то менять резко и навсегда. Можно пробовать, экспериментировать, какие-то маленькие шаги вперед, это всегда улучшает жизнь неизбежно. Вот. Очень важно искать единомышленников, потому что, особенно, если это ваши друзья, это вообще идеальный вариант, потому что часто приходится сталкиваться с критикой людей, моралистов и, не знаю, ханжей и так далее. То есть, наличие друзей всегда помогает. Практически все психологи, которых я читал, согласны с тем, что подавление своих желаний приводит к неврозам. И лучше всего об этом написала Карен Хорни. Вот. Ну, а тем не менее, мало кто из этих психологов, вообще не знаю никого, кто ставит желание именно, ну, если не в самый центр исследования, то где-то очень высоко. И удивительным исключением является малоизвестный Рудашевский «Селекция привлекательных состояний». Это действительно книга, которую я горячо рекомендую всем, кому близка идея вообще движения к большему удовольствию от жизни. Ну, и в конце я хочу рассказать вам что-то, сказать что-то, что перевернет будто бы с ног на голову все, что я говорил до этого момента. На самом деле все, что мы делаем, буквально каждое наше действие, это результат нашего желания. Вот. В чем же парадокс? Парадокс в том, что все желания можно разделить на две большие группы. Я говорил о первой группе, о желаниях, которые нас наполняют каким-то предвкушением, то есть это реальное наше желание. Что-то, что увеличивает количество удовольствий в нашей жизни. Вот. А вторая группа желаний, это желания, которые как раз движимы страхом, либо долгом, либо там, обязанностями и так далее. Это как раз реализация этих желаний нас делает, скажем, движет в противоволожном направлении. Вот. И, соответственно, культивирование первых желаний и избавление от вторых, это и есть вот интересный, делать нашу жизнь приятнее и насыщеннее. Но это уже материал для следующей, для другой лекции. Так что у меня все. Спасибо. Напросы какие-нибудь? Очевидно, есть еще в целом. У нас многое в другом романтике, когда есть речь внутри, и нет ни одного желания работать у речи, но с какими санкетичными масками это не только желание работать. Последнюю часть можете повторить? Какими масляками это не только желание работать. и отримать это задоволение, хотя раньше это было приятной необходимостью. А то есть в результате мы получали удовлетворение, несмотря на то, что сам процесс не... И, правильно? Например, выучить что-то, что ты не хочешь читать, тебе нужно это выучить, и ты мотивуешь себя таким чем, что ты отримаешь задоволение от этого. Власные рецепты и че бывало тебе? Да, да, это хороший рецепт, когда, в принципе, желания буквально можно порождать, их можно как-то в себе оккультивировать. То есть, на самом деле, если вы представляете, предвкушаете результат того, что будет происходить, у вас это дает силы к тому, чтобы делать то, что на самом деле может быть не сильно хотеться. Ну и всевозможные трюки можно испытывать. Если вы решили, что это то, что вам надо, то можно как-то научиться, испытывать удовольствие от того, что вы делаете. Может быть, опять же, очистить то, что вы делаете от каких-то неприятных составляющих. Я не знаю, может, например, работать дома может быть очень тоскливо, потому что дом наевает уже скупу, допустим, там 15 лет дома. А работать в кафе, в интернет-кафе может быть намного приятнее. Вот какие-то такие мелочи, да, всегда можно найти решение для этого. Хотелось бы напомнить немного из своего личного опыта насчет мотивации в плане того, что она не работает. То есть, хочется, не хочется. Есть более эффективная стратегия, она называется дисциплина. То есть, хочется, делаешь, не хочешь, не делаешь. И в перспективе просто результат будет больше гораздо, чем если делаешь, когда хочется и не делаешь, когда не хочется. Правильно. Меня всегда удивляет, я сам не являюсь таким человеком, меня всегда удивляет, что люди могут поперек совершенно по головам своих желаний добиваться каких-то больших вещей. Я, честно говоря, не знаю, что ответить в этом случае, потому что мне сложно представить, как функционируют эти люди. Наверное, у них мотивация вопреки всему. То есть, это что-то, что их толкает. Возможно. На самом деле, это необходимо действительно разобраться, что конкретно, чего конкретно они хотят. Действительно ли так все плохо, что они не хотят, но делают. Может быть, у них как раз какая-то далекая цель, она их мотивирует, на самом деле. Каждое утро они просыпаются и делают это. Я точно не знаю, честно говоря, что ответить. Но интересно вот что, что во время вот на моей истории движение по этой шкале, как ни странно, увеличивает постоянство желаний каких-то. То есть, если раньше я вообще не мог закончить никакого дела практически, я все время начинал и бросал, то, как это ни странно, по мере того, как я пытался прилагать все, что я описал, желания начали стабилизироваться. Я неожиданно закончил какой-то open source проект, который стал пользоваться менями и так далее. Я стал выступать на конференциях. И это для меня удивительно, это для меня как чудо. Может быть, вот через чудо я как-нибудь выкручусь здесь и скажу, что как-то это работает и как-то это получается. как объяснить эту вещь, что, допустим, есть какая-то глобальная цель или можно его назвать желание, и человек делает какие-то вещи для того, чтобы это достигнуть первое время, и допустим, через время начинается какое-то, что-ли, может быть, отбудшее желание, и появляется куча армата для того, чтобы этого не делать. Не может ли быть такое, что это то-либо не настоящее цель, это настоящее желание, а ли придуманное какое-то как-то сравнение или нарядное с тем, как это объяснить? Да, я... Или стоит все равно помнить о том, что когда-то это было моё там естественное желание на преддакцию, использовать все какие-то репутные техники, вот что вы описали, для того, чтобы все-таки любить это более инвежуально. Да, мне кажется, тут стоит всегда разобраться, на самом деле, какая мотивация, то есть, насколько она живая. Ну, например, все хотят говорить по-японски, но никто не хочет его учить, правильно? То есть, по факту говорить мы хотим, а учить не всегда кто-то. То есть, наверное, об этом говорить. Мне кажется, что очень важно, на моём опыте, очень важно не пытаться продавить слишком сильно. То есть, если чего-то не хочется, я просто, бывает, часто мне помогает просто забыть об этом увлечении, скажем, на месяц-два. Хотя возникает страх, там, ну, как, если я учился играть на пианино, я, например, вдруг мне никогда больше не захочется, неужели мои все навыки пропадут? То есть, необходимо научиться как-то отпускать эти варианты, эти страхи, и, на самом деле, желание, если оно вернётся, оно и вернётся, если нет, то это уже не удовольствие. Ну, насчёт цели, да, то есть, кажется, очень-очень индивидуально процедуциями. сложно, надо в деталях об этом говорить в общем. Я извиняюсь. Один вопрос, да, один вопрос, мы закрепляемся, потому что ситуация нот, а если мы не успеем закрыть, то нам будет очень плохо. Это нас закрепляем. Зен-буддисты на протяжении всей своей карьеры избавляются от желаний, а тем не менее, вот, почему-то они всеми считаются очень-очень счастливыми. Это что, тайное общество скрытых мизантропов-лендяев? Хороший вопрос. На самом деле, я много путешествовал по Непалу, я бывал во многих буддистских храмах, я разговаривал с буддистами, и выясняется вот что, что люди немного неверно, насколько я понимаю, интерпретируют вот эту идею избавления от желаний. Буддисты не свободны от желаний, просто дело в том, что их желания и так трансформировались в процессе, я не знаю, чего. Они хотят только медитировать. Что? Они хотят только медитировать, они только хотят изучать буддизм и так далее. Я действительно увлеченный своим делом люди. Это никаких противоречий, но я бы не нашел. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова